Здравствуйте! В эфире новости в студии Евгений Синебок. Аэробус А320 компании Аэрофлот, следовавший из Сургута в Москву, совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийске. Причиной посадки называется техническая неисправность. Среди пассажиров пострадавших нет. Подробности истории выяснял мой коллега Сергей Коробков. Я вообще спал и я когда проснулся, просто в салоне завоняло паленым и мы начали носом вниз, короче, лететь. Самолёт Аэробус А320 вылетел из Сургута в 7.41 по местному времени. В столице его ожидали в 10 утра по Москве. Однако спустя около 40 минут на борту авиалайнера возникло задымление, после чего командир принял решение садиться в Ханты-Мансийске, где приземлился в 9.20. Среди 66 человек, находившихся на борту, пострадавших нет. Пассажиров перевели в здание аэропорта. Представитель компании заявил, что решается вопрос с самолётом на замену. Мы не мировничаем, всё нормально. Вы скажите, как порт будет здесь конкретно? Вот я вам сейчас информацию буду владеть, как только Москва, да, и жить. Я говорю, вот самое главное, что желание отправить. Скажите, в течение какого времени будет? Вот самое главное сейчас вопрос, какого времени будет? Сказали просто сесть, ждать. Ждать? Да, ждать. Дальнейшее. Я не могу вам сказать, я сам не знаю. Какие-то гостиницы, какие-то там воду, напитки, еду предложили что-то? Я не знаю, я не слышал. Большинство пассажиров, хотя они в восторге от случившегося, напуганными не выглядят. Гораздо больше их волнует, когда они смогут всё-таки попасть в Москву. Тем более, что для некоторых столиц лишь перевалочный пункт. Впрочем, есть и те, кто летает, решится теперь не скоро. Нет, на поезде. Спасибо. И обратно в Сургут. Представитель аэрофлота общаться с журналистами отказалась. Взамен предложила позвонить на горячую линию компании. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у нас рейс сел в Канты-Мансийске. Мы из Сургута летели в Москву. Есть какая-то информация, когда нас заберут отсюда? Как вам к вам прощаться? Ещё раз. Как вам к вам прощаться? Сергей. 10 минут, а мы сейчас. Специалисты ждут звонка. Всё, доходы. Надо ли говорить, что ни через 10 минут, ни позже звонка не последовало? Получить какие-либо комментарии нам пока не удалось. Канты-Мансийский аэропорт не даёт комментариев, потому что, в общем-то, это юрисдикция, скорее всего, компании Аэропорт. Представители аэрофлота здесь, в аэропорту, тоже ничего сказать не могут, кивая на Москву. В Москву мы дозвониться, как вы видели, не смогли на горячую линию. Там говорят, что перезвонят на какой-то номер, непонятно на какой. Пассажиры сейчас все сидят здесь в недоумении, никто ничего не знает, не названы ни сроки, ни когда возможно хотя бы прилететь в самолёт, кто даже собрался добираться до Москвы, нет самолётом уже. По словам, опять же, пассажиров не предоставлено ни питание, ни вода, ни услуги гостиницы. Пока ничего, никакой информации нет. Возможно, это появится позже, но на данный момент ситуация выглядит таким образом. Когда сюжет уже готовился к эфиру, появилось сообщение на сайте городской администрации Хандамансийска о том, что пассажиров разместят в гостинице, а задержка продлится минимум до 14.00 по местному времени. Сергей Коробков, Виктор Севкук, телекомпания «Югра», Хандамансийск. Сегодня стартовал 14-й окружной форум «Информационный мир Югры». В этом году он проходит в непривычном для этого события формате в виртуальном пространстве. Причём, по словам организаторов, в таком варианте есть несомненный плюс. Если в прошлые годы в форуме принимали участие по 2-3 сотни журналистов, то в этом году зарегистрировались почти полтысячи участников. Ну а главное направление осталось неизменным. «Информационный мир Югры» – площадка, на которой обсуждают новое, сверяют планы и ищут варианты для развития. Например, новыми трендами для печатных СМИ стали искренность и социальная ориентированность. Программа форума рассчитана на неделю, однако мероприятие под его эгидой продолжится до начала декабря. Федеральные эксперты расскажут журналистам о работе в социальных сетях, настройке диалога с аудиторией. Большую тему формирования медиакластера решили разбить на несколько семинаров по видам СМИ. А в субботу с журналистами проведет онлайн-встречу губернатор Наталья Комарова. Отдельное внимание уделим развитию медиакластера. Напомню, что он формируется как экосистема для развития инфраструктуры и в обречение редакций СМИ, югорчан, независимых авторов, авторских коллективов, представителей блогосферы, производства медиаконтента, востребованного жителями и способствующего развитию потенциала территории. Развитие наших социальных, экономических, инвестиционных, туристических, гуманитарных возможностей в самом регионе, стране и мире. В Югре больше не будут торговать алкоголем во дворах, в многоэтажах. Накануне правительство Югры одобрило новый закон о запрете продажи горячительных напитков в магазинах шаговой доступности. Продавать спиртное запрещено в магазинах и кафе, которые находятся в городских высотках и имеют торговые залы менее 50 квадратов. Также запретили торговлю спиртным ближе 30 метров от спортивных или детских площадок. Напомню, такие изменения в закон внесли по инициативе самих югорчан. Жители региона неоднократно жаловались губернатору Югры на нарушение закона о продаже спиртного вблизи школ и реализацию алкоголя буквально в нескольких метрах от детских площадок во дворах. Отмечу, проект нового закона уже отправлен на рассмотрение в окружную дому. В Югре выбрали герб. Теперь все процедуры согласования варианта пройдены. В них активно принимала участие общественность. И это обсуждение герба стало одним из самых масштабных в Югре. Охват участников превысил 600 тысяч человек. И большинство югорчан поддержало нынешний эскиз. Как отмечают участники, в проекте герба выдержана стилистика и отображена мощь региона. Присутствует символика коренных малочисленных народов Севера. Отмечу, что вскоре аппарат губернатора Югры приступит к разработке нормативно-правового акта по изменению регионального закона о гербе и флаге. С точки зрения дизайна сейчас могу сказать, что это очень, ну вот, может быть, лексиконом скажу так, очень вкусно. И с этим можно работать. Там есть четкие смыслы, они упакованы. И если сейчас мы говорим про взаимодействие для маркетологов и для дизайнеров Югры, то там есть с чем работать для позиционирования нашего округа. ХК Югра начинает домашнюю серию игр. В стенах арены Югра подопечные Вадима Япончинцева проведут два матча. Сегодня в 19 часов Югра сыграет со звездой из Москвы. 19 ноября встретится с Динамо из Красногорска. Игры по-прежнему проходят без зрителей. Трансляцию матча на домашнем льду уже традиционно покажет телеканал Югра. А теперь о культурных событиях, которые пройдут в округе. 20 ноября КТЦ Югра Классик проведет концерт «Я вспоминаю». Он состоится в онлайн-режиме. Ансамбль «Млада» будет исполнять эстрадные песни 80-90-х годов. Подробную информацию можно узнать на сайте КТЦ Югра Классик. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта снизилась в цене на 1 рубль 59 копеек. Стоимость одного доллара сегодня составляет 76 рублей 91 копейку. Европейская валюта также снизилась на 15 копеек. За 1 евро сегодня предлагают 91 рубль 17 копеек. Следить за новостями телеканала Югра теперь можно и в Инстаграм. Имя аккаунта на ваших экранах, его легко запомнить. К этому часу у меня все. Всего доброго. Увидимся на телеканале Югра. Мама равно бизнес-вумен. В Сургуте накануне завершился образовательный окружной проект «Мама-предприниматель». Два десятка югорчанок пять дней изучали основы бизнеса. Согласно статистике, практически 98% мам, которые пока поставили на паузу работу, готовы открыть свое производство. У них даже есть идеи, вот только как облачить их в бизнес-проект они не знают. Помочь новичкам – главная идея обучающего проекта. Те знания, которые они за 4 дня обучения получили, они гораздо дороже денег. То есть они уже никуда не денутся, они останутся с ними навсегда. И дальше их можно только приумножать. Проект «Мама-предприниматель» в России проводится с 2013 года. Там федеральную инициативу поддерживает общественная организация «Опора России», корпорация МСП, а также компания «Амвэй». Последние три года в федеральном проекте принимает участие и ЮГРА. В этом году на обучающую программу заявки подали более сотни югорчанок. Компания «Амвэй» прежде всего это социальная компания, которая направлена на помощь людям, помогает компания жить лучше. Поэтому, что ни на есть, молодые мамочки – это лучшая такая социальная сфера, в которую можно вкладывать. И тем более компания поддерживает этот конкурс более чем в 60 регионах. И наш округ не исключение. Нам крупно повезло. Елена Микишева 10 лет. Находилась в декретном отпуске. У нее две дочери. Сейчас жительница Ханты-Мансийска – волонтер проекта «Добрые крышечки». Средства за собранные объемы пластика передаются в благотворительный фонд помощи детям-сиротам. Экоактивист пошла дальше. Она планирует запустить обучающую экологическую платформу для школьников. У проекта есть возможность картициализации, но не через образовательный модуль. Поэтому буду развивать бизнес-компетенции, которые я получила от великолепного нашего бизнес-тренера Натальи Шульги. Уже считаю, применяю. Победитель, кстати, на реализацию своего проекта получила субсидию в 100 тысяч рублей. В фонде поддержки предпринимательства Югры говорят, что для бизнес-вумен в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы существует ряд дополнительных возможностей.